Я рада вас приветствовать на моем канале. 6 июля, 23 июня по старому стилю празднуют Аграфену-купальницу. Согласно церковному календарю, сегодня чествуют Агриппину Римскую, которую назвали в народе Купальницей, так как этот день ассоциировался с любимым времяпрепровождением лета – купанием. Аграфена-купальница отмечается накануне Ивана Купала, в ночь с 6 на 7 июля. С сегодняшнего дня начинаются Ивановские ночи, которые продлятся вплоть до 12 июля, Петрова дня. Поэтому все эти три праздничных дня – Иван Купала, Аграфена-купальница и Петров день – стали для народа единым праздником. Считается, что ночь с 6 на 7 июля – самая мистическая в году. Сегодня возможны чудеса. Приметы на 6 июля чудодейственны и помогут любому, кто ими воспользуется. Считается, что природа приобретает чудодейственные свойства уже с самого утра 6 июля. Роса, выпавшая на рассвете в канун Ивана Купала, может вернуть молодость, сделать кожу сияющей и подарить красоту. Поэтому девушки и женщины начинают день Аграфена-купальницы с того, что идут на улицу и умываются росой. Возле всех окон и дверей в этот день кладут веточки полыни, чертополоха, зверобоя или крапивы. Считается, что эти растения отпугивают нечистую силу, которая просыпается в канун Ивана Купала. А еще с этого дня начинают купаться в водоемах. Люди верили, что вода становится чудотворной, смывает все болезни, оздоровляет и приносит силу и бодрость. Поэтому сегодня нужно обязательно отправиться хотя бы на пруд. Всей семьей сегодня моются в бане. Это особый ритуал, который изгоняет из тела все нехорошее и нечистое. Приносит крепкое здоровье и даже душу успокаивает и очищает. 6 июля отправляются собирать целебные травы. Все растения сегодня становятся необычайно сильными. Собранные в этот день они будут хранить свою силу целый год и помогут при любом заболевании. И самое главное, как говорят приметы на 6 июля, это ночь в канун Ивана Купала. Эта ночь считается самой мистической и волшебной в году. В эту ночь возможно все. Люди собираются на гулянии, надевают лучшие наряды и идут на природу. Там принято по традиции прыгать через костры, гадать по венкам, пущенным на воду и купаться в водоемах. А чтобы в доме было богатство, нужно обязательно в этот день срезать веточки шиповника и поставить их в доме. Это сильный магнит для денег и богатства. Чтобы жизнь была счастливой и все желания сбывались, нельзя спать, в ночь на Ивана Купала. Нужно всю ночь веселиться. Женщинам желательно подойти к костру, это принесет удачу. 6 июля женщины занимались заготовкой банных веников, используемых в течение года. Для этого после полудня на запряженных лошадях отправлялись в лес, чтобы наломать молодые ветви березы. Также заготовляли ивовые, липовые, черемуховые, ольховые, смородиновые, рябиновые и калиновые веники. Забывали добавить к ним и различные травы. 6 июля украшали вениками из ароматных трав и цветов рога отелившейся коровы, чтобы у нее молока было много. Да и чтобы следующий приплод был крепкий. На графенную купальницу собирали чертополохи крапиву, которыми обкидывали порог и окна для защиты дома от нечисти и злых существ. А чтобы в жилище царили здоровье, счастье и благополучие, клали перед порогом осиновые и шиповниковые ветки. Существовала особенная традиция в этот день. Когда девушки собирались все вместе и ходили по домам, они просили, чтобы их умыли, подразумевая под этим выпрашивание различных украшений – брошек, бус, заколок, платочков и ленточек. На рассвете 6 июля в емкость набирали воду и выставляли на солнце. Ее умывались после заката, чтобы весь год не болеть. По старинным приметам, на графенную купальницу все должны искупаться в водоеме. Считалось, что тот, кто этого не сделает, год проведет в неприятностях. Поэтому 6 июля в каждом дворе была заготовлена емкость с водой, перемешанной с грязью, которую обливали прохожих, исключая детей и стариков. На купальницу чистили колодцы. Считалось, что тогда целый год вода не испортится и будет укреплять здоровье. Обязательно в этот день готовили обедную кашу для нуждающихся. На центральной площади выставляли длинные столы, на которых стояло блюдо из ячменной каши, а также разные постные угощения. Люди верили, что доброта по отношению к малоимущим заччется богатым урожаем и крепким здоровьем. Главная традиция 6 июля – ходить сугубо женским коллективом в баню. Мужчин на графену в баню не пускали, потому что прекрасный пол сегодня проводил здесь различные ритуалы и читал заговоры. Народи верили, кто сегодня в бане попарится, тот весь год болеть не будет. Чтобы защититься от нечисти, нужно на всех входах в дом разложить веточки полыни или чертополоха. Приметы говорят, что гатание и заговоры на Ивана Купала работают безотказно. Чтобы в доме было богатство, нужно поставить веточку шиповника и сварить кашу из ячменя. Сны сегодня вещи. Народные приметы предупреждают, что нельзя делать 6 июля в день аграфены. Венки из цветов, так как сегодня растения обладают особой целительной силой, которую нужно использовать только в лечебных целях, а не ради забавы. Однако, если венок сплетен для избавления от головной боли, то запрета на его плетение нет. Нельзя 6 июля проводить в одиночестве, иначе нечистая сила, которая сегодня особенно активна, может околдовать и унести в свой мир людскую душу, оставив на земле только тело, поэтому человек будет ходить сам не свой. Вернуть его в прежнее состояние не смогут даже самые сильные иконы и святая вода. Поэтому 6 июля нужно провести в дружеской компании или в кругу семьи. Запрещается в день аграфены купальницы ложиться спать до полуночи. Иначе домовой придет и начнет душить подушкой. А отбиться от него, обладающего недюжиной силой, очень сложно. 6 июля нельзя беременным старикам и младенцам подходить к воде. Даже колодец в своем дворе сегодня под запретом, иначе водяной русалки и мавки могут утянуть под воду. Зато всем остальным, напротив, не стоит бояться водных мест, особенно женщинам и молодежи. При этом женщинам не рекомендуется 6 июля купаться в водоемах в одежде, иначе начнутся кожные болезни. Сегодня нужно заходить в воду только в обнаженном виде. Тогда не только кожа будет чистой, но и душа очистится от проблем, неприятностей и бед. Проводили в этот день обряд для крепкого здоровья. Женщины собирали тысячелистник и делали из него веники, которыми хлистали себя по спине и бокам, приговаривая «Тысячелистникам бью, тысячу лет проживу. Раз удар, не будет на теле ран. Два удар, буду сильная, как баран. Три удар, не познаю горячкий жар. Аминь». Считалось, что после этого обряда никакая болезнь не пристанет. Проводили в этот день обряд, чтобы избавиться от врагов. Для этого дубовый веник использовали для того, чтобы отделаться от неприятеля. Для этого брали ветки молодого дуба, перевязывали черной нитью и читали на него такие заговорные слова. «Дуб, дубок, ты силы не дюжи, меня послушай. Дай мне крепости свои, чтобы освободиться от вражей. Пусть уйдет от меня и насланная ими беда. Аминь, аминь, аминь». После нужно двенадцать раз ударить себя им по спине, принести домой, высушить и сжечь на костре. Если муравьи 6 июля спрятались, скоро будет ветрено, возможны ливни с грозами. Кто на аграфену репу посеет, тот хороший урожай ее снимет. Если цветы к земле склонились, к засухе. На аграфену всем купаться велено, кто не сделает этого, тот сто бед на себя накликает. Кто сегодня наденет новое, тот весь год в обновках будет ходить. По приметам, нашедший в этот день мертвую птицу со своей второй половинкой может серьезно поссориться, приобрести на аграфену новую обувку, отправиться в ней в приятное путешествие. Если незнакомец поздоровался, скоро быть с ним приятелями. Считается, что рожденные 6 июля – это люди, обладающие интересной внешностью. По натуре они быстро увлекаются, но никогда не доводят свое дело до конца. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok